Всем привет, вы на канале Мурмяу, а у нас уже новая глава модерн комьюнити, домик маленьких кошмаров на дереве. В этой главе мы будем создавать и праздновать день рождения маленькой Камилы. Но в то время у нас родители уехали рожать, а тут случилась какая-то беда. Она повисла на заборе. Чего она туда лезла, непонятно. Боже, ты в порядке? Что стряслось? Я хотела пойти к маме и папе в больницу, но застряла. Все хорошо, не бойся, я знаю, как вывезли тебя из этого забора. Так, как всегда, мы зовем Тайлера, он наш спаситель. Вот так отправлено, он будет здесь минуты на минуту. Опа-на, смотрите, влетел прямо в забор. Тайлер, Тайлер, а потом мне тут ремонты делать. Уже точно новый забор придется строить. И готово, вы свободны, юная леди. Спасибо, спасибо. Что бы мы без тебя делали, Тайлер? Спасибо. Такая у меня работа, надо будет поставить новый забор и убедиться, что он безопасен для детей. Ну, я же говорю, будем, значит, ставить новый забор. Куда деваться? Ооо, я думаю, возьмем такой классический, очень неплохой даже забор, я вам скажу. Главное, чтобы она больше на него не лезла. Готово, новенький забор с выверенным расстоянием между прутьями, в котором точно никто не застрянет. Он идеален, Тайлер. Скажи-ка, Мила, а сколько тебе лет? Мне пять сегодня. Ооо, ну тогда с днем рождения. Я хочу, чтобы мама с папой были здесь. Все, опять обиделась малышка и убежала. У этой малышки выдался тяжелый день. Похуже, чем у Эрики после расчистки кукурузного поля. Давай дадим ей немного остыть, а после я с ней поговорю. Хорошо, значит, мы убираем этот двор уже по полной, да? Высчищаем мусор отсюда. Самое важное, это столько мусора. Не пойми меня неправильно, Пейдж, но откуда у тебя взялся пятилетний ребенок? Ее родители в больнице, у ее мамы и Лены начались схватки. Я хочу сделать что-нибудь приятное для Камилы, раз родители могут пропустить ее день рождения. Есть идеи? Вот дерево было бы отличным местом для домика на дереве. Гениально, но если мы будем устраивать праздник, сначала придется убраться во дворе. Естественно, уборка в первую очередь. Надо этот весь хлам отсюда вывезти, этот фургон, этот мусор. Так, первую часть мусора мы убрали, теперь переходим ко второй. Во второй части тут так многовасенько тоже мусора. Чисто и порядок, теперь можно и о празднике подумать. Придержи коней, Пейдж, на этой старой дорожке все ноги переломать можно, особенно если они маленькие. Ты прав, не хотелось бы, чтобы кто-нибудь пострадал. Давай это исправим, Мурмял. Так, ремонт, дорожки еще предстоит нам. О, тут дел, конечно, полно. А чтобы никто ноги не поломал, делаем. Куда деваться? Ты был прав, Тайлер. Как так гораздо лучше и безопаснее. Ты когда-нибудь писала свое имя на незастывшем цементе, Пейдж? А мы правда можем? Я не вижу никого, кто бы мог нас остановить. Я думаю, неуместно в чужом доме писать свои имена. Убираем этот старый какой-то фургон. Ух, этот старый фургон как бельмо на глазу. Может, мы сможем куда-нибудь его передвинуть? Да, не хватало еще, чтобы Камила играла рядом с ржавым металлом. Но прежде давай глянем, что внутри. А, интересно, смотрите, взял свое вверх. Интересно, что в коробках ему. Я думаю, это просто вещи, которые они перевозили с собой. Ничего себе, сколько дерева. Знаешь, мы могли бы построить из него домик на дереве. Так, убираем окончательно этот фургон. Мы его разгрузили, а теперь выкидываем. Тайлер, ты сможешь помочь с фургоном? Он так много места занимает. А что так тяжесть таскать так сразу я? Все ясно с тобой. Прости, я просто... Да шучу, Пейдж, не парься. Я только рад помочь тебе избавиться от этого фургона. О, смотрите, сразу такой красавчик в деле. Все свои мускулы напряг, все свое красивое тело показал. Без тебя я бы не справилась, Тайлер. Сидорад Пейдж, ты не одна любишь помогать золотым высотам. Это очень мило, но у тебя последний шанс сбежать. Этому двору понадобится много работы. Вместе начали, вместе и закончим. Отлично сказано. Ага, теперь нам нужна нора. Наверное, озеленить этот двор. Потому что тут очень много старого всего. Засохшие вот эти бурьяные кусты. Может, газончик новый постелит. Хотя тут газон вроде более-менее нормальный. Похоже, у тебя хорошие новости. Да, нора сказала, что они с Эрикой помогут нам привезти этот двор в порядок. О, Эрика тут как тут. Красотка. Ты вовремя позвонила, Пэтч. Я как раз была неподалеку. Привет, Тайлер. Рад тебя видеть, нора. Подсобишь нам здесь? Эрика с этим двором в два счета управится. Давайте за дело. Эрика там уже валяется. От радости или от чего, не знаю. Убираем газончик тут. Давай, Эрика, покажи этой траве, кто тут хозяин. Кто впервые, газонокосилка или Эрика справится? А ну давайте. О, красота стала. Это было потрясающе, нора. А то, мы с Эрикой отличная команда. Отличная работа, Эрика. Она все еще немного стесняется. О, сейчас будем зеленять двор. Ничего себе. Значит, садим сначала кусты. Несколько кустиков тут точно бы не помешало. Детям нужны не кусты, а горки, качели, топоры. Об этом ты мечтал в пять лет? О топоре? А как иначе? То я всегда хотела дать бой этим пожарам. Ого, смотрите сразу, какая горятка зеленая стала. Я думаю, желто-белые тут красиво смотрятся цветы. Так, теперь нам надо с другой стороны где-то тут посадить кусты. А, с другой части с дома получается. Тоже возьмем такого же цвета, чтобы оно не было пестрое сильно. А что насчет тебя, Нора? Что ты хотела видеть во дворе, когда была маленькой? Я всегда любила копаться в земле и сажать цветы. Хотя в итоге из-за этого двор захватили сорняки. По крайней мере, у тебя были добрые намерения. Все, с цветами мы покончили. Теперь нам надо, я думаю, займемся крыльцом. Идем в дом и позовем Камилу. Что такое? Ядовитые лианы? Вот-вот вспыхнет пожар? Нет, посмотри на крыльцо. Оно совершенно лишено духа и индивидуальности. Даже коврика с приветственной надписью нет. Да, напугало всех. Думали, там пожар лианы ядовитые. А тут просто коврика нет. Ну и красивые деревья. Что у нас дальше? Тут новая дорожка из камней. Пусть будет. Обустроим такую маленькую зону. О, как прикольно. Тут и с камушками прикольно смотрится. Отличная работа. Чудесно получилось. Вы уже приготовили подарки для Камилы? Ой, мне нечего ей подарить. Ей нравятся малышки редиски. Думаю, они всем детям нравятся. И переходим к живой изгороди. Потому что тут кусты такие страшные. И тут дырявый забор, который Талер пробил. О, какая красота сразу. Смотрите. Все молодцы. Похоже, у нас все-таки получится устроить тут праздничную вечеринку. А расскажи поподробнее об имениннице. Ну, Камила в этом городе совсем недавно. Ей исполняется 5 лет. Она любит заборы. Не буду даже спрашивать. Точно. Лучше Нора не спрашивай. Заборы это ее, наверное, уже первая часть жизни. И на этой стороне меняем живую изгородь. Такой хороший кустик. Как думаете, эти изгороди долго проживут с маленькими детьми по соседству? Они выглядят вполне прочными. В крайнем случае мы всегда можем нагородить еще. Да точно. Каждый раз выращивать живую изгородь это не камильфу. О, ну и хлама на этом дереве. Ну, и у кого, случайно, нет лестницы под рукой? Зачем вам лестница, когда есть я? А ну, давай, Талер, показывай свой мастер-класс. Тут все дерево полное игрушек. Летающий этот змей. Какая-то там курица даже висит, смотрите, тратит оттуда. Вот, проблема решена. И курица по голове. Хорошо, что на нем была каска. Теперь, видимо, проблема точно решена. Ну, теперь мы должны заняться этим деревом пожестче. Расчистить его. Если мы хотим уместить там домик, сначала лучше подрезать часть веток. Только осторожно, чтобы не навредить дереву. Ты как раз поможешь нам за этим проследить, Нора? Ну, такое сразу хорошенькое дерево стало. Я не хочу домик на дереве. Я не хочу, братика. Я просто хочу к маме и папе. Она выглядит хорошей девочкой. Может, я смогу поговорить с Камилой? Удача, держать ее на месте. На этот счет у меня есть одна мысль. Давай, Талер, иди занимайся Камилой. А мы тут построим качели новые. А, получается, Талер будет помогать качели. Нора пошла Камилой заниматься? О, бежит, смотрите. Аж спотыкается. Давай, Камила, попробуй устоять перед этим. Эти качели? Для меня? Конечно, опробуй их. Вроде ей нравится, смотрите. Ты сильнее давай раскачиваешь. Так мало. Чтоб улетела прямо в космос. Давай, Талер. Даже она просит выше, выше. Так, первые качелики установлены. Дальше мы там, я смотрю, будем строить опоры под домик. Давай поговорим сначала с Камилой. Камила, почему тебе так не нравится новый малыш? Я волнуюсь за маму. Она ее все время пинает. А папа говорит, что пинаться плохо. Мама говорит, что супергероиня, но я не могу остановить злодея у нее в животе. Теперь ясно, что ее беспокоит. Твой маленький братик вовсе не злодейка, милая. Талер прав, он скорее будет твоим напарником, супермалышка. Моим напарником? Круто! Ну, смотрите, уже какой-то подход мы к ней нашли. Давайте делать теперь домик на дереве. Устанавливаем опоры. Я никогда раньше не строила домики на дереве. С чего стоит начать? Но опорные балки не должны полагаться только на дерево. Иначе дерево может начать гнить, и домик потеряет стабильность. Да, такого нам не надо. Не волнуйся, мы все сделаем в лучшем виде. О, смотрите, хорошая такая территория по домику шла. Только взгляните, это прямо как золотые высоты. Каждое наше изменение сильнее сплочает сообщество. Дальше у нас тут основание заделываем новым деревом. Не будет же у нас тут дырки. О, смотрите, какой подиум появился хороший. Я понимаю недовольство Камилы по поводу братика. Я младшая в семье, помнишь? Старшие братья и сестры всегда недовольны младшими. Могут пройти годы, прежде чем расцветет настоящая любовь. Камила умная девочка. Думаю, она просто еще не сознала, как весело ей будет с братиком. Она будет отличным примером для подражания. Что тут у нас дальше? Мы ищем какие-то идеи. Идеи к чему? Камила, хочешь, расскажу тебе секрет? Да, я обожаю секреты. Мурмяу и я сможем построить самый лучший домик на дереве, только если ты скажешь, какой именно домик ты хочешь. Я хочу, я хочу, хочу, чтобы он был похож на замок. И еще нужна стена для защиты от драконов. И подзорную трубу, чтобы следить за спиратами. А, и горка. Все запомнил Тайлер. Конечно, у меня некоторые трудности с конструкцией дракона устойчивой стены. Спасибо за пожелание, капитан Камила. Беремся за работу. За подарком для Камилы мне придется сбегать домой. Увидимся на празднике, хорошо? Ладно, до скорого, Нора. Все, Нора с Эрикой уходят. Итак, кто готов строить супергеройский пиратский замок принцессы? Это будет лучшая база для меня и моего напарника. Вот это уже другой разговор именинница наша. Ну все, переходим уже окончательно к постройке этого пиратского принцессы замка, который будет спасать от драконов. Фантазия у Камилы, конечно же, бурная. Ого, такой любому ребенку он понравится. Это даже лучше, чем моей квартиры. Серьезно, тебе разве не поселили в одном из шикарных квартир Грейс? Ой, не спрашивай лучше. Скажи, как тебе удалось успокоить Камилу? Этому фокусу я научился благодаря тому, что был старшим ребенком в семье. Что у меня два младших брата? Ничего себе, у меня тоже, видимо, старших всегда тяготеет к заботе об остальных. Все, теперь у нас по плану покраска домика идет. Ух ты, вот это сейчас будет интересно. Этот домик на дереве точно не помешало бы покрасить. Какой твой любимый цвет сладенькая? Мне нравится принцессовый и одинороговый. Сомневаюсь, что в хозяйстве нам найдутся такие палитры. Ничего, я вполне поняла, о чем ты, Камила. Ух ты, смотрите, значит ей надо и принцессовый и одинороговый. Но больше всего, мне кажется, этот беленький подходит. С голубым и фиолетовым вроде бы, как и принцесса и единорог. И что-то такое волшебное. Делаем украшения на дом. Какие украшения ты хочешь, Камила? В моем замке должны быть бастионы и баллиста. Скажи, откуда ты вообще знаешь, что это такое? Папа мне много читает. Знаешь что, у меня есть идеи. И ты будешь от нее в восторге. Смотрите, ну это прикольно. Эти звездочки вообще классные. И, конечно, куда же без новой лестницы ставим ее. Это подходит больше всех. Беленькая будет. Ну, в цвет нашего дома. Замка. Вот теперь чьи-то маленькие ножки смогут забраться наверх. А ну давай, Камила, показывай мастер-класс. Надеюсь, ничего там не обвалится. Мои поданные. Ваше высочество. Ого, они в роль вошли. Хорошо так. Отлично. Думаю, моя работа здесь пока закончена. Но я еще загляну на праздничную вечеринку. Буду ждать с нетерпением. Без тебя бы я с этим всем не справилась. А Талер все в роли. Так, подсоется у нас горку и подзорную трубу, как она хотела. Спускаться страшно. Немного пугает. Действительно, вероятно, мы сможем облегчить спуск. О, я думаю, фиолетовый под эти вот двери, как в ее домике. В принципе, подходит. Как насчет такого? Твоя личная горка для побега. Ой, Пейдж тоже. Ну, Пейдж, конечно, самбурно упала. А, еще нам надо почтовый ящик, получается. Давайте сначала надзорную-подзорную трубу сделаем. Как хотела Камила. Смотри, пираты идут за нашим сокровищем. Пираты? Надо позвать на помощь, ваше высочество. Папа мог бы помочь, если был бы здесь, но как же ему об этом сказать? Думаю, у меня есть хорошая мысль на этот счет. Так, веревочный телефон устанавливаем. Неплохая я вам скажу мысль. Что, если бы ты могла позвонить папе в его секретный штаб? Ему бы это понравилось. Я покажу тебе, что я делала, когда была маленькая. В принципе, мы тоже в таком детстве игрались. Вот, говоришь сюда, и он тебя услышит. А как это работает? С помощью силы с науки? Круто! И остается у нас почтовый ящик. В виде такого морского котика. Моржа, или кто он там. Красивая форма, конечно. Для детей вообще прям восторг. Что это? Твой личный почтовый ящик? Твой папа ведь писатель, так что вы можете отправлять друг другу письма. А я писать еще не умею. Получается, у тебя есть отличный повод научиться. О, смотрите, уже первые гости пришли. И куча подарков принесли. Класс! Надеюсь, Камиле нравятся малышки-редиски. У меня как раз завалялась парочка. Ей точно понравится Нора. Приятно и тебя увидеть, Зори. А где твой подарок? Я и есть подарок. Я помогаю людям красиво выглядеть. Хочешь выбрать наряд для дня рождения? Я люблю примерять наряды. Тогда мы легко найдем общий язык. О, смотрите. Мы как раз таки сейчас Камилу будем переодевать. Это тоже супер. Надо ей выбрать какой-то классный наряд. Я хочу быть самой красивой на празднике. Так ты и самая красивая, Камила. Пейдж права. Мы только слегка отполируем этот алмаз. Так, выбираем, значит, ей наряд на праздник. Ну, эти первые два подходят, а третий какой-то прям непраздничный. Думаю, такое розовое платьице более-менее как раз таки для праздника. Как тебе такой наряд, Камила? Божечки, обожаю, обожаю, обожаю. Думаю, можно с уверенностью сказать, что нравится. Ты же сама слышала, она его обожает. Спасибо, что сделала меня красивой, Зори. Да, пожалуйста, милая, тебе спасибо, что не отказала побыть на твоем празднике. Кстати, о празднике. Лучше бы нам заканчивать с приготовлением, Мурмяу. Что у нас тут остается подготовиться к празднику? Так мы к нему и так готовимся. А, надуваем шарики, наверное, сейчас вот эти ленды всякие праздничные будем вешать. Ну, неплохо. Смотрите сразу, как празднично стало и уютно. Спасибо за помощь с украшением, Нора. Шутишь? Мы же не хотим, чтобы Камила думала, будто ее день рождения менее важен, чем день рождения ее братика. У нее это будет лучший день рождения всех. Надеюсь, что так. Хотя, если Вихан с Селеной в ближайшее время вернутся, нам придется очень постараться. Даже Энце тут будет свою руку приложить. Ну, давай посмотрим, что он тут нарисует нам. Если праздник не удастся, я этого не переживу, Мурмяу. Пейдж, я тебе кое-что принес. Торт? Хм, нет, это символ не обузданного воображения Камилы. О, прикольно, смотрите, растяжка такая. Божечки, Энце, это бесподобно. Ты в самом деле лучше всех. И всегда же, где носит Хорхи и его торт. Устанавливаем, значит, дальше столы, где будет проходить сам праздник. Мы почти закончили с украшением Мурмяу. Так, столик, столик выбираем. Ну, я думаю, любой возьмем какое-то праздничное. Вот эти всякие развесочки, пускай висят красиво. Тарелки есть, чашки есть, праздничные колпаки есть. Похоже, к празднику все готовы. Мне уже не терпится попробовать торт? Точно, торт, но все еще нету торта. Где же этот Хорхи? Так, ну Хорхи, я думаю, успеет. Устанавливаем. О, смотрите, как раз такие Хорхи. Я думаю, сейчас там подарки на стол пока установим, а он принес нам торт. Какая красота. Пусть будет в виде этого замка. Все-таки она там замок себе хотела. Пришлось повозиться с окантовкой. Перфекционизм, ничего не смогу с собой поделать. Какой чудесный торт, Хорхи. Большое тебе спасибо, просто огромнейшее. С днем рождения. Я Джастин, живу по соседству. Я Камила. Хочешь посмотреть мой пиратский замок, корабль на дереве? Больше всего на свете. Все, детвора побежала смотреть замок, корабль на дереве, а мы звоним папе. Что-то папа не отвечает. Я очень хочу, чтобы мама с папой были здесь, Пейдж. Я тоже малышка, я тоже. Мы уже можем начинать праздник? Может, подождем еще несколько минут, Камила. Пока я надеюсь на чудо. Что это? Скорая приехала. Смотрите, папа вернулся. Прости за опоздание, Камила. Ты знаешь, как твоя мама любит эффектные появления? И у меня есть для тебя подарок. Знакомься, это Майя, твоя маленькая сестренка. Сестренка? Оказалось, врачи ошиблись с результатами УЗИ. Все это время мы ждали девочку. Смотрите все, это моя идеальная напарница. Ух ты, а все-таки смотрите, там-то девчонка, а не мальчишка. Это прикольно. Значит, у нее будет сестра, которая ей будет интересно в игроках, и они будут интересно вместе проводить время. День рождения прошел, и я смотрю на ура. Ну и денек, да? Думаю, впечатлений мне сегодня на всю жизнь хватит. Хм. Ребенок, два дня рождения, торт размером с гору, чудесные новые друзья. Ага, ага. Твой папа опять увлекся Майей. Идем спать, оставим его наедине с вдохновением. Рада снова видеть тебя за работой, Вихан. Только не засиживайся слишком допоздна. И в принципе все, заканчиваем мы нашу голову таким веселым праздником. И даже два дня рождения прошло одновременно. Доброе утро, до сих пор не верится, что вчера все прошло так удачно. Возможно, сегодня нас тоже ждет чудесный... Звонок. Доброе утро, сэр, я как раз собиралась. Пейдж, помоги! Камила, что такое? Мама все время плачет, а папа никак не просыпается. Понял, держись, я скоро буду. Надо бежать к Вихану с Еленой, срочно. Хорошо, побежим мы в следующей главе, в следующей серии. Она будет очень скоро завтра. Заглянем мы к этой семье. А кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, про колокольчик не забываем. Всем до встречи, всем пока! С вами была ваша... Мурмяу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok